друзья всем привет с вами никита дела и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру фарминг симулятор 19 на карте свопа агро давайте-ка глянем что у нас тут так как и чем будем сегодня делать да в прошлой серии мы переехали на новую базу и кстати уже после того как я ее записал и после того как я переехал мне пришла в голову мысль как можно было этого не делать и оставить нашу базу а именно вот в этом меню где у нас все производства любое производство можно остановить нажав кнопочку стоп и соответственно взятка сторожа точно также бы остановилась он бы перестал закрывать базу но в общем-то хрен с ним в комментариях написали нахрен его и я с вами полностью согласен поэтому нахрен этого сторожа алкаша у нас вот тут будет база будем ее потом модернизировать если вдруг понадобится каким-нибудь образом и все у нас будет хорошо соответственно друзья какие у нас планы на сегодня а хотя знаете что вот не буду я вам рассказывать будем просто действовать по плану и и все так что погнали начинаем друзья как обычно расставляем всю технику которая будет у нас работать по курсплею на свои маршруты начинаем как обычно мы с комбайна у него маршрут и есть на уборку со стартовой точки его запускаем и все будет у него хорошо соответственно рядом с ним будет работать в альтрам у нее тоже маршрут поле 07 база выставляем ей комбайн lexion и у нее тоже все будет хорошо еще комбайн для работы вроде как вы должны справиться без проблем соломку там нам отделяет все будет хорошо далее ставим нашу косилку косить траву с ней тоже все просто у нее есть сохраненный маршрутик на покос травы поэтому просто его запускаем и все я поедет нам косить ну и соответственно след за ней будет работать джонни который будет эту самую травку подбирать и возить ее на базу тоже самое сохраненная маршрут тут все как обычно в принципе ничего нового так что эти пацаны пускай работают все же нормально ты там косишь волок да все нормально все хорошо тут у нас все убирается и все будет прям чики бомбони но еще друзья мы на куртплей поставим нашу татру она будет возить силос отсюда к нам на базу соответственно обратно правда этот самый маршрут нужно еще записать поэтому давайте мы с этого и начнем вообще мне кажется чтобы удобнее все это дело было чтобы удобнее было ей подъезжать мы поставим его вот так дальше он там как-нибудь вырулит соответственно ставим дополнять силос и нажимаем начать на запись маршрута все она заполняется и аккуратненько едем на базу в файл и вы и вот тут а мы запись маршрута эту прерываем и разумеется его сохраняем как силос база не так вот так вот силос база соответственно ставим ему сюда возить силос где у нас силос вот ну и со следующей ближайшей точки ну пожалуйста ну почему ты не наполнился ну давай мы не будем сейчас в это играть уже надоело давай вот отсюда но все же должно работать но все же работало неужели с манами не работает так ладно где-то должна быть настройка для крышки тент автоматически тент нет давай-ка мы попробуем еще раз потому что надо это самое должно все работать если что но будем джесси бишку ставить тогда трактор и точнее прицеп купим джесси бишка будет работать это я прям уверен ну давай же пожалуйста не разочаровывай меня зачем тебе это тваря ясно короче с татрами все плохо поставим работать сюда джесси бишку татру тогда сейчас поставим возить траву разгружаем тогда все это дело и давайте силос база h2 маршрута и оба не рабочих стираем их на хрен трава ферментатор значит пойдешь работать на нем загружать траву где-нибудь ближайшей точки мы сейчас засунем найдешь отсюда найдешь молодец здесь нормально едет и все с ним хорошо этот маршрут рабочие этому проверяли заправить вы его не помешало бы кстати ну да ладно сейчас же друзья мы перемещаемся с вами в магазин и нам нужно купить новый тягач себе на котором мы с вами будем рассекать и новые две бочки вместо вот этих двух но эти соответственно продать я народ опять забыл подключить сюда этот тягач сканию которую у нас на стримах блин ну вот надоело уже уже две серии не могу его купить ладно значит следующий раз я не буду сейчас перезапускаться хотя ей бочки забыл не друзья тогда мы перезапускаемся будем считать что ничего страшного все хорошо я починился поэтому друзья а вот такая вот скания у меня есть мы ее красим как ни странно какой-то он не очень красивый этот оранжевый давайте вот такой вот оранжевый цвет на металлик немножко круто так соответственно диски тоже оранжевый можно поставить движку помощнее а давайте поставим 157 тысяч покупаем это чудо а также друзья покупаем две бочки первую для биогаза красим я тоже давайте белый цвет или нет давайте и хромовая ставим что она блестела здесь не очень хорошо видно потому что темно но на улице она будет прям красиво блестеть можно поставить и даже широкие шины и разумеется по вместимости и чуть-чуть побольше покупаем на ее за 65 тысяч ну и для воды тоже возьмем здесь тоже расширение тоже широкие шины и дизайн для воды включаем ее можно в такой голубенький металлик почему бы и нет красиво смотрится вполне симпатично давайте цвет подберем в нормально будет вот так вот красоте 65000 делом тоже отдаем хорошо и раз уж друзья мы тут в магазине давайте купим еще прицеп для для нашей джесси бишки которая будет возить силос или что-нибудь если нам это дело понадобится не знаю какой взять давайте вот на 45 кубов у нас такого нету 56000 стоит давайте его тоже возьмем это же не знаю зачем заколхозим его на максимум 61000 его тоже берем ну и вот она наша новенькая для биогаза видится такая блестящая блестящая симпатичная короче но прежде чем все это дело везти домой давайте продадим старые бочки и раз они у нас здесь стоят я их бросил магазин то соответственно перегоним их и продадим через триггер чтобы чуть-чуть подороже ну и в общем то примерно по 65 тысяч они тоже ушли как и новые так что хороший обмен получился да я сейчас модовый купил со мной один человечек поделился который он сам сделал я не знаю правильно или нет то что он использовал еврею сапа агро на них но по функционалу они работают чуть получше чем те которые вшиты в карту как-то примерно так все это работает и кстати они дружат с курсплеем что тоже хорошо причем я это проверял это все дело работает в общем то друзья я перегоняю все это дело на базу и и мы встречаемся уже там а знаете друзья я тут немножко короче психанул и поэтому мы едем с заправщиком сейчас заправим нашу тату потому что вот эта надпись она меня напрягает я 400 литров топлива заправил сюда то что лишнее останется у нас еще у вальтер просто такая же надпись появилась ее в общем то тоже надо заправить сейчас будет пока он тут стоит заполняется и ждет пока травку привезут мы вот так вот хитренько к нему подъедем так он падла по ходу не заправляется да мне раньше это конечно лучше работало ну ладно если он так не хочет то мы прерываем маршрут и соответственно замечательный мы еще не можем такого заправить о пошло аллилуйя вот это мне нравится хорошо давай тогда со следующей ближайшей точки на рп и час разгружаться но и бог с ним на самом деле мы едем на поле еще и вальтеру надо тоже заправить потому что там тоже выскочила то же самое да кстати нашу джесси бишку я отправил возить силос и у нее это очень хорошо получается без проблем абсолютно потому что трактор почему-то татра вот не хочет работать на перевозках нормально с глобаловскими вот это работает так что круто там такс у пацанов тут уборочка идет все прекрасно вот приятно вот так вот подъезжать к полю и все работает вообще без вмешательств каких-то это правда вот аж настроение поднимает ладно в любом случае нам сейчас надо заправить гребаную вальтеру там тоже закончилось топливо точнее заканчивать хотя тут 27 литров у нас осталось я бы не сказал что мы ее прям так заправим что шу заправишься сам не фиг он сам заправиться почему-то курс play не хочет нормально заправляться ну прерываем маршрут и сами доливаем правда тут-то не очень много стал на 90 литров он должно хватить чтобы вывести с поля здесь все единственная надпись это будет наверно появляться у нас ну и ладно этого товарища мы соответственно глушим он у нас взят в аренду поэтому мы это все дело возвращаем она нам пока что не надо далее друзья нам нужен вот этот прицеп но в нем лежит самогон я уже говорил я не горю желанием им заниматься поэтому мы его сейчас весь продадим вряд ли мы что-то прям сверх естественное с него выручим хотя он довольно таки дорогой закуп так то в общем то я его пригнал вот сюда вот в магазин и вот здесь мы его продаем 16000 я не посчитал сколько там этих баночек лежала ну ну и ладно мы сейчас находимся около магазина друзья и нам опять-таки нужны поддоны надо их покупать мы их не можем пока делать сами следующей серии друзья наверное попилим леса немного но уже не сегодня потому что работы у нас еще много нам опять нужны поддоны с поддонами друзья вот такие которые мы прошлый раз покупали точнее паза прошлой и нужны они в первую очередь на цементном заводе но мы возьмем и на цементный завод и на завод же бы тоже отвезем в общем-то 20 штук таких надо купить это мать его так дорого стоит но что поделать вроде друзья я правильно посчитал хотя у меня бывают с этим проблемы включаем автопогрузку но если лишнее ничего страшного если будет не хватать то в принципе тоже ничего страшного докупим а нормально правильно я посчитал умею до 20 считать это это хорошо это меня радует но сейчас друзья мы едем далеко не на цементный завод и не на завод же бы и на нашу базу хранилища зачем друзья мы сюда приехали спросите вы а я вам сейчас расскажу мы же в позапрошлой серии косили и чуковали нашу лужайку я совсем про это забыл я вспомнил только когда наша валтер сюда приехала разгружаться и и здесь соответственно забуксовала я сюда перевез все эти тюки нам надо их продать поэтому выгружаем поддончики и продаем тюки все логично сбрасываем их просто даже а вот сюда я надеюсь что мы быстро справимся ставим в менюшке пара про попом 1 и 3 раунд бэйлс и соответственно едем все это дело по-быстрому продавать вот продали 239 тысяч 150 евро мы получили за проданные тюки и друзья у нас висит кредит точно мы когда начинали новый сезон я ж заново начинал карьеру давайте его уплатим эти 250 тысяч постоянно жрут минимальные деньги какие-то я не обращал внимание точнее один раз я как-то обратил внимание но увы забыл потом про это а так все выплатили и слава богу но сейчас друзья тогда цепляем поддоны только обратно надо выбрать палец загружаем их и везем на базу почему на базу потом объясню нажимаем y и все они попрыгали поехали на нашу базу выгрузим им и их там а вальтер уже низкий уровень топлива not как так-то ну ладно пока она работает на поле кстати эта надпись нам не мешает а вот когда он едет и отвозит зерно тогда она и появляется ну что ж друзья выгружаем поддончики прямо вот сюда пока что пофигу и что друзья нам надо сейчас сделать у нас друзья забрали мосты точнее они разрушены как это было в 17 части фермы там были они просто закрытая здесь клубовский скрипт позволяет сделать прямо вот так вот чтобы это все было красиво кстати мужик сидит рыбачить никогда не обращал на него внимание может в новинку появился хрен его знает пнуть бы его на хрен чтобы здесь не сидел ну и ладно что я злой какой-то друзья в общем то нам надо построить эти самые мосты в принципе как вы наверное уже догадались по названию этого самого ролика но мы сможем построить только один мост у нас нет ресурсов на строительство двух мостов сразу для начала правда надо купить эту самую территорию стоит она 366 тысяч как-то раньше по-моему подешевле было но и ладно и заодно сразу возьмем территорию со вторым мостом купить участок да вот так вот соответственно у нас здесь появляется у нас тут появляется я сказал да строительство моста она у нас остановлена я хочу сделать так чтобы автостарта в нем вообще не было чтобы мы сами вручную это сделал запустили ну ладно видимо не судьба я просто хочу завести сначала все ресурсы а потом запустить стройку чтобы было все прямо ровненько соответственно друзья сюда нужно 60 кубов песка 60 кубов гравия 150 кубов бетона и 30 кубов бруса на два моста у нас найдется песка и гравия а вот бетон у нас всего 200 кубов на данный момент выработалась поэтому только один мост сможем запустить стройку и брус у нас тоже там кубов 90 есть мы оба сможем их отвести поэтому предлагаю в общем то начать строительство для этого мы перемещаемся вот в эту самую сканию нашу и на ней друзья едем развозить строй материалы сначала друзья мы отвезем им брус начнем строить кстати мост который ближе именно к лесопилке не знаю почему но мне кажется он нам больше поможет соответственно нам нужно 30 кубов бруса давайте создать пять поддонов где они во-первых выгружается вот здесь не выгружаются там же где и раньше они спаунились так что давайте-ка подгоним сюда тогда нашу сканию и будем их забирать включаем на ней тоже автоподбор кстати на прицеп который идет в комплекте с картой эти поддоны с брусом кладутся довольно таки красиво а вот здесь очень вряд ли они будут прыгать прям хорошо видите они вылазят за текстуры проще их руками покидать вот так вот соответственно они вроде как по два куба да они по два куба кстати может быть в магазине стоило докупить хотя у нас брусом то все в порядке что это я тут у нас бетона не хватает а сколько стоит бетон бетон 4000 за тысячу все нет это не пойдет нам надо 100 кубов 400 тысяч как-то не хочется тратить соответственно здесь мы создаем еще пять поддонов это же загружаем их на я сказал загружаем их на наш трейлер все время все равно хочу обзывать маном на то что у нас теперь скания на стриме так расстроились что эпоха тот романа исчезла и один хрен я буду маном ее обзывать и нам надо еще пять таких штук силосная башня серьезно видимо подъехал заполняться может быть нет почему выскочил это меню что-то новенькое меня вот спрашивают что я жду от 21 фермы не знаю зачем меня это спрашивает если только вот еще год до нее по сути дела и знаете что я жду я жду чтобы вот все работало так как надо хотя да понятно что дело что мы с модами играемся и все такое прочее но все равно в общем-то всю вот эту дичь 15 поддонов с брусом мы везем на мост который будем сейчас строить строить мы будем мост который ближе к этой стране его будем строить первым остальное потом следующей серии кстати пока я не туда поехал как обычно надо разворачиваться видите друзья каких круголей приходится выписывать чтобы привести гребаные стройматериалы так смотрим чтобы здесь была то же самое у нас по ресурсам тоже самое смысле по объем потому что только там посмотрел но и выгружаем брус тогда давать его выгрузим здесь он сейчас различается во все стороны вот так вот потому что у него размеры чуть больше чем объеме не знаю как это работает и что же ты дружище то не падаешь а вот те номер что мы не разгружаемся и какой-то не тот брус привез или что ауууу 7 коротко какой-то он у земли провалился поэтому его может быть и не разгружается как его теперь достать из-под земли ладно попробуем другой они все под землю проваливаются вот этот не провалился этот можно носить проверяем работоспособность триггера хотя бы до триггер работает вот те и номер ладно пока загружаем значит то что мы можем загрузить тоже некоторые забаговались провалились под землю такое кстати было и 17 ферме ничего нечего тут удивляться текст хорошо может чем я занимаюсь а что-то как будто еще на магничные какие-то их тут магнитит друг другу я вообще не знаю как это работает ну ладно ничего страшного сейчас чуть придумаем чуд знак этот кто его сюда поставил было его снести он мешает носим мы поддоны с брусом чтобы вот почему он проваливается ты его только поднимаешь он проваливается под землю багуется вот хочется чтобы вот все работало чтобы все было вот как задумано этот провалился вот этот последний который не провалился не забагованный давайте вот тоже закинем что у нас вот этот не залетел до конца что с вами не так ребята 18000 все хорошо остальные значит мы друзья цепляем автопогрузку и они теоретически должны залететь поп вот так вот давайте попробуем так разгрузить я не знаю вроде чё-то посыпалось но не все вопрос почему потому что этот тоже забаговался на этот вроде нет все этот посыпался и вот этот вроде как тоже не забаговался нет же ж падла а это придется опять-таки грузить и выгружать и ничего с этим не поделаешь y вот все это есть я же 15 штук привез где еще один почему там 28000 твою мать но за одним поддоном ехать на это же ну такое себе я же 15 штук привез куда делся грёбаный поддон с брусом вашу ж мать а вот вашу ж мать ненавижу эту игру 28 кубов но как так то реально за одним сейчас ехать но в падлу прям куда он делся вот испарился под землю просто эти друзья мне кажется намного быстрее будет его ручками просто один единственный сюда притащить главное когда мы будем переплывать реку его не потерять потому что если он упадет в реке там мы будем немножко медленнее действовать поэтому там не знаю не должен выпасть на 6 он выпадет будет а прям обидно потому что из реки моего не достанем давай несись блин так я вообще сам выкинул не переживайте просто хочу взять вот с этой стороны типа вот так вот должно быть удобнее нести но ехать за ним просто ну сами понимаете но это ну такое себе и хороший вопрос как теперь с ним переплыть реку я надеюсь с ним можно переплыть реку моего вот так вот максимально вверх и на минимальной скорости сейчас это будем делать ой нормально плывет пацан но ехать за ним реально впадлу было бы за одним грёбаным поддоном с другой стороны можно было бы спануть сразу 16 штук и отвезти их сразу на вторую стройку мостов все равно ночи туда поедем ну да ладно уже впадлу лень знаете ли двигатель прогресс поэтому мы вот так вот научились быстро бегать об все 30 тысяч почему 99 процентов я вот что я хочу от игры от следующей что все работало как надо далее друзья нас ждет довольно таки веселенькое занятие нам нужно привести 150 кубов бетона единственное транспортное средство которым можно возить грёбаный бетон это вот этот вот ман который вмещает в себя 20 кубов благо хотя бы не так далеко это все дело находится у нас не надо больших круголей давать поэтому друзья мы арендовываем мана точнее нет моего не арендую моего покупаем диза только мне его цвет не нравится я хочу какой-нибудь другой черный да все как-то все с ним не смотрится кого цвета сама надо серый man брать это не одинаковый серый не такой вот такой больше похож это не то это не то черный просто как ты не смотрится блин не знаю значит будет красный пофиг покупаем и может быть а знаете что друзья а эта штука вполне себе адекватно работает с курс-плеем он сам загрузился он приехал сюда и высыпается пусть и клёво там единственно только очень точненько ставить стартовую точку потому что триггер на самом мане довольно маленький но эту хрень и хотя бы мы запустили на курс-плей это уже хорошо но и друзья нам осталось привести песок и гравий по 60 кубов и того и другого до или по 30 не по 60 все правильно есть друзья один веселый момент связи с этим нас есть вот такой вот прицеп на котором мы можем это все дело возить но он 59 падла кубов то есть за 1000 литров возвращаться ну такое себе да кстати надо еще посмотреть загружается он или нет потому что тогда я в кабине сидел когда он последний раз загружался ну-ка дружище давай порадуй меня о все работает шикардос я в общем-то друзья взял вот такой вот прицеп в аренду он на 60 кубов его я не знаю ни одного человека которому он нравился бы ферме его наверно все ненавидят и никто им толком не пользуется но на 60 кубов поэтому мы можем без проблем помощью него перевести все настройку так что садимся в нашего мана он у нас двухсекционный но мы будем заполнять постоянно одно и то же погнали на карьеры и да я сканью опять обозвал маном я в курсе я случайно но простите меня пожалуйста друзья хотите прикол в этот прицеп нельзя грузить песок и гравий ну как так-то но ёшкин ты кот это вообще не круто да не песок не гравий здесь не грузится и наклин я его сюда гнал а это я не я все проглядел потому что я жила шара возвращаем его вот как так то вот вот что со мной не так а здрасте еще раз прошло друзья до хрена времени пока я возил сюда этот грёбаный песок я короче взял три прицепа в аренду просто чтобы их сразу высыпать здесь правда взял прицеп поменьше соответственно вот здесь у нас стоит песочек вот здесь у нас стоит вот он гравий который мы сюда привезли и последний прицеп я не знаю не прицеп последний кузов бетона то есть соответственно нам сюда надо высыпать бетон давайте-ка мы это сразу сделаем еще останется 10 кубов моих отвезем на другую стройку потом так выгружаемся в отлично запаркуем сейчас этого чувака вот тут а все стой отдыхай сейчас выгружаем друзья песочек нужно это сделать аккуратно я задолбался ездить вам просто не передать так песок а ну-ка давай выгружайся хоп отличненько он для нас кузов еще поднимается вообще неправильный какой-то на самом деле хотя может и правильно но было бы неудобно работать если бы триггера какие-нибудь были с крышами и так далее в общем то этот прицеп мы оставляем вот тут и выгружаем второй прицеп с песком давай дружище выгружайся нормально я задолбался ребята честное слово если бы еще курсплей не работал на бетон это было бы вообще жопа просто так хорошо выгружаешься ты 12 кубов всего разгрузишь 36 должно остаться да отлично давай-ка мы тебя запаркуем вот сюда кстати у нас уже все работы закончились уже вовсю солома собирается то есть траву мы всю отсюда вывезли то есть покосили вывезли траву с базы мы всю отвезли на ферментатор уже все это наша татра сделала весь силос уже давно перевез и обратно на базу он теперь там лежит урожай у нас собрался и там уже собирается вовсю солома так давайте-ка мы высыпем вот этот прицеп сначала чтобы наш потом отсюда забрать а этот кинуть здесь он арендный он нам нахрен не сдался больше так с гравий и надо будет сразу друзья залететь и остановить производство это прямо обязательно ну давай же подъезжай нормально как-нибудь во выгружаемся и сразу же залетаем а у нас автоматически она не стоит замечательно молодцы разрабы жму руку чтобы сначала привести все ресурсы выгрузить и потом начать насколько я знаю со стройками заводов то же самое не сделали да где-то это проскакивала это они прям молодцы так вот это дело мы тоже сейчас бросим в поле просто вот так вот она нам нахрен здесь не надо уже больше так сдавай цепляйся все последнее и сейчас запускаем строительство моста и в следующей серии друзья у нас уже этот мост будет работать не надо будет наворачивать круги ну и соответственно следующей серии у нас произведется еще материалов чтобы построить второй мост точнее у нас песка и гравия хватает бетона не хватает бетон сейчас запустим точнее не сейчас а я уже за кадром это сделаю потому что я задолбался все тут у нас все высыпало 47 кубов у нас осталось гравия этого парня мы здесь оставляем соответственно переходим вот сюда почему бруса 99 процентов но господи ну зачем то что его здесь 29 999 как это работает я без понятия начать соответственно запускаем все это дело и вроде как примерно день это все дело у нас будет строиться как-то так на этом друзья я серию буду заканчивать подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали не забывайте про лайки реально очень много времени ушло на запись серии и скорее всего еще на монтаж тоже много уйдет пишите ваши комментарии все что вы думаете по поводу нашего прохождения вступайте в группу вконтакте и подключайте к нашему серверу в дискорде ссылки на все это дело есть в описании всем друзья спасибо за внимание с вами был никита делай всем всего доброго пока пока